Мы узнаем этот турнир по запаху. Ароматный плов по старинному восточному рецепту стал символом Кубка СССР. Очередь к двум большим казанам, не меньше, чем на площадку. Что говорить, в допинг, в спорте дело привычное. Но этот допинг самый вкусный и безопасный. Вообще весь турнир – настоящее пиршество, где словно за одним столом русские, украинцы, киргизы, армяне, азербайджанцы, таджики и представители других народов, проживающих в многонациональном Кузбассе. Рецепт уникального блюда под названием «Дружба народов по Кузбасске прост». Ингредиенты следующие. Нужны варенки, мячик, клюшки. И вот на главной площади области снова слышны различные национальные речи. Друг друга узнаем, знакомимся, культуру друг друга узнаем. Спорт, как говорится, объединяет, здорово, жизнь. Настроение очень отлично. Сколько народ, сколько национальностей. Это что означает? Значит, хочется все объединяться, любили друг друга, и ценили, и радовались всегда так вместе. Чтобы не разделись, чтобы мы были едины всегда. Вот это самое главное. В общей сложности на белоснежной скатерти за дружбу и единение народов скрестили клюшки 13 команд. Больше, чем в прошлые годы. Некоторые игроки не то, что клюшку никогда не держали в руках. Варенки впервые надели. Но, впрочем, спортивная составляющая турнира здесь не главная приправа. Это тот турнир, который нужен. И мы просто-напросто помогаем людям раскрыться. Ты восточный, не восточный. Все мы живем в Кузбассе. Здесь нет никакой ни одной национальности. Все мы говорим по-русски. И вот и мы едины. Это очень важно. Тем более, с учетом нашего последнего сегодняшнего времени, когда часто пытаются разжечь межнациональные конфликты, как раз вот эти турниры, они показывают и способствуют тому, что мы на самом деле дружны. Спорт укрепляет не только физические силы, но еще и укрепляет и силу воли. Он воспитывает патриотизм. Особенно это массовый спорт, когда команда играет. Дух товарищества, взаимопомощи, поддержки. В финальном матче дружина Белоруссии обыграла команду Казахстан со счетом 1-0 и выиграла главный кубок. Но у игроков и зрителей осталось одно общее послевкусие. И дело не только в плове, но и в отличном настроении. Праздник спорта вновь доказал, что все живущие в Кузбассе народы живут в согласии и говорят на одном общем языке – мира и добра. Андрей Данилов, Александр Бульнок. Вести Кузбасс. Кемерово.